девчоночки всем приветики пришли мы значит с курсов перекусили пообедали так нормально можно так сказать моя гоня пообедали смотрите какие у меня тут качеля у нас когда-то кто-то был и эмоционально у меня качели после курса но то не важно ладно хотела ребята вам рассказать такую будем продолжать вам историю рассказывать о нашей беженки с которой мы жили на социальном жилье опять она с нами связалась переписывается немножко шокирована она лично она шокирована то что она нам рассказала мы сказали наташ ну ты выбрала сама такой путь короче начну вам все объяснять может кто-то не смотрел наши наши видео мы когда-то рассказывали о натаже с которой мы жили на социальном жилье о беженке которая хочет то уехать в украину то не хочет уезжать в украину сейчас начну вам все рассказывать жили значит мы с натальей на социальном жилье она нашла себе вот тоже квартиру съехала боже мой спаду с этого кресла сломалась уже все девочка девочка маленькая это не гости наши которые были последние до нас были другие гости девочка маленькая каталась тут и сломал ну да но не суть не знаю выкинуть придется теперь ну не а что делать не починить так вот наташа значит наша беженка наталья хотела уехать в украину рассказываю почему она первый раз видит пицца перед собой язык немецкий язык человеку 50 лет извините на минуточку не 20 и 30 до 50 лет она ведь как только я приехала вот она жила с нами на социальном жилье она сразу записалась на курсы и пошла на курсы и даже в то время она пока нам рассказывала что для него это шок она не с таким не сталкивалась нигде и она не знает как у нее все это пойдет но она ходила все таки на курсы ходила было все нормально потом она съехала на квартиру потом мы съехали на квартиру и мы с ней стали ну она начала набирать нас переписываться с нами и постоянно нам жалуются мы уже конечно не знаю я вот с вами вот этим всем буду делиться потому что ну а кому же рассказать не знаю рассказывала она значит такой факт говорит хочу уехать в украину это было где-то три месяца назад она говорит вот все я все бросаю уезжаю украину нарина ташну куда ты знаешь какая ситуация зачем уезжать на нет все я не знаю немецкий не получается мне то ли у меня память плохая то ли старец не дает уже себя знать я говорю наташа ну блин курс еще ничего не значит и просто пожалуйста будь здесь будь безопасности для этого германия создала и позвала господи я не могу уже условия дала условия для беженцев чтобы жили были в безопасности она этого не понимает она говорит нет все я квартиру буду сейчас джок-центр созваниваться или ехать там джок-центр хозяина предупреждать буду все квартиру сдаем меня нет я уезжаю украину сдаем я говорю сдаем ну в общем я речь не говорю что это так короче она решается на это все и последний момент через неделю уже созвониться с нами говорит я уже никуда не еду помнишь это как она позвонила типа скин и мы говорим почему же ты так была уверена что будешь уезжать типа все бросать не значит тебя там ждет типа зачем ты такое чудишь она вот я думала думала и поняла что да мне нужно безопасности быть последними событиями в украине я поняла что мне там будет небезопасно и она решила все-таки остаться в германии но перед этим она шоу чудила а наш мебель всю по продавала да они рассказывала предыдущих видео она продала там диван ну короче вся мебель из квартиры и предупредила хозяина перед этим же она будет уезжать в украину что и квартира это не нужно ну и джок-центр а теперь она говорит сейчас буду идти в джок-центр она пошла в джок-центр просит умоляет там чтобы джок-центр что-то решил с этой квартирой чтобы она осталась в германии человек вообще не дремит ничего не понимает зачем такое чудит нам вообще непонятно что хочу то делаю называется тем более все равно как-никак чужая страна ты в безопасности здесь но она не понимает и вот я не знаю к чему это приведет но просто джок-центр будет шокирован что она такое делает также вот на днях опять она писала аня говорит значит буду оставаться в германии искала себе значит она работу и рассказывает нашла себе склад склад обуви я не знаю точно но она ворд уточняла какой-то или нет рядом с нами да неважно нашла склад обуви ей там знакомые беженцы сказали что типа и иди не переживай кто там не вот мне самый больше бесит когда люди ничего не знают не работать на той работе но по каким-то сплетням говорят иди устраивайся тебя без немецкого языка возьмут не переживай все аллась гуд будет ну она конечно поверила этим ребятам и пошла думала что устроиться на работу на склад обуви точнее и значит что она нам рассказывать пришла она ей задали пару вопросов она изначально не врубилась включала переводчик потом сказали и написать тесты да какие там были тесты не знаешь она не уточняла по работе базовые тесты по работе общения там да эти тесты она неправильно написать и ураганин проверить это раз проверить уровень знания дайте тесты и второй вопрос когда к ней там начальство подошло и не знаю кто именно там с ней разговаривал сказали наталья вы же понимаете что уровень то что вы даже там может сдали экзамен не сдали типа что у вас там есть сертификат там а2 да допустим я не знаю она говорит вот она всем рассказывать что вот она сдала экзамена а2 но нифига она общаться не умеет не знать немецкого языка но пытается устроиться я этого не понимаю но подтяни и у тебя уже есть сертификат давай занимайся дальше продвигай свой немецкий иди работай но не так она наша коп я щас пойду на склад по-любому а немецкий там не надо и немцы говорят работники сказали наталья если ты будешь работать и мы тебя что-то попросим назвать какой-то предмет принести до какую-то там обувь конкретно название какое-то и так далее ты ж не сможешь даже не поймешь о чем мы говорим и ты не сможешь передать информацию например другим людям да ну и как бы непонятка это это совершенно правильно потому что язык язык и еще раз язык и после этого она конечно говорит как как всегда она говорит я шокирована этим что вот меня не взяли на работу мы говорим наташа ну куда ты спешишь то что ты сдала экзамен мы же прекрасно знаем что ну не знаю но говорят так что большинство даже те кто не учил язык они сдают как по экзамены но не в тех случаях если ты хочешь работать и должен изучать конкретно язык тем более не на интеграционных курсах ты должен сам для себя заниматься дома заниматься с преподавателем найти себе русскоговорящего преподавателя с переводом чтобы это все было они вот так вот и она сильно в себя поверила думала что вот немецкий не нужен я пойду и все будет а лизгут но нет немцы сказали ты нам не объяснишь мы тебя что-то попросим ты не поймешь нас людям не объяснить что надо мы тебя будем посылать там за какой-то вещи предметом и так далее ты ничего не поймешь и тесты провалила смысл у смысл так что наташа если ты смотришь нас то не надо расстраиваться давай потягивай свой немецкий язык настраивайся лучше а бумажка сертификат еще ничего не говорит надо знать немецкий язык да да это говорю я ой так что вы такие новости как-то про наташу я надеюсь вы поняли хоть может и немножко непонятно рассказала мне просто с меня голова разболелась мне такой день дождь тепло душно очень сильно душно того что дождь и так знаете такая духа тище очень сильно сейчас будем убирать завтра волонтер к нам придет гости потом расскажем что еще они хотела рассказать и не помнишь случайно а да со следующей недели у нас понедельника по нет понедельника по среду у нас будет другой учитель наша учительницы не будет я не знаю что там с ней над чем-то будет занята она утащена еще так показала типа смешно вот типа я с понедельника по среду что-то там нячики буду внуков поэтому меня будет заменять другой учитель меня не будет и я даже так скажу все немножко обрадовались но увидим как будет другой учитель учитель преподавать хоть даже три дня сравним как и что понятно что они тему она тему будет быстро гнать потому что что задание вот книгу надо дети те задания сделать быстрее быстрее тему за темой так что такие дела пока что не знаем покушали сейчас немножко отдохнем и будем убирать и кстати ребят тот кто пишет что вот вы не работаешь и так далее раньше писали не знаю как сейчас а давайте правда глаза посмотрите посмотрите лучше на других блогеров которые всегда заикаются что вот я пойду работать я пойду 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 я пойду работать уже совсем скоро а да понятно да кстати но за все время пока на германии пока мы на курсы ходим не до курса нам никакие письма не приходили но поверьте мы с радостью как только нам придет какое-то письмо и там будет даже если пару вариантов даже допустим там будет не будет 30 вариантов когда будет там 5 работ но мы какой-то мы не будем перебирать я вам скажу так мы даже знаете не будем вам говорить там уточнять что вот как некоторые мы мы идем работать мы не идем работать я не достойно для такой работы да и творчестве человек что понятно и так просто умные ну не то что умные люди работые работящие они молча идут себе и спокойненько работают они что-то там разглашает а я то хочу это не хочу а тот от аберрауса это понятно сценарий подготовлен и так мы работы не боимся и в любом случае я говорю, мы только с радостью пойдем, если нам предложат какие-то варианты работы, пересмотрим, пойдем в джоб-центр, уточним эту информацию по поводу работы, скажу напрямую, немецкого у меня сейчас в данный момент плохо, но я очень желаю работать, очень сильно хочу работать, не хватает пособия, только с радостью, да, Аня? Подтверждал. Да. А кому-то разглашать, как некоторые блогеры разглашают, я пойду, а там работа не та, а уже ее нет, а то то, а то то, а то то. Ну, понятно, контент есть с контентом, да. Ну, у людей свое. Так что такие дела, ребята, все, да, это просто и человек, и контент, сам человек, да, просто зачем себя выставлять, тоже не понимаешь, ну, то дело каждого, да. Так что дела, все, вот такие дела у нас, ребятки, напишите комментарии, как вам история Наташи, то, что она то уезжает, то приезжает, точнее, она хоть никуда не уезжала, что она чудит, вот напишите. Я вообще считаю, понятно, что... Если что, она не против того, что мы рассказывали. Да, она не против, поэтому я сразу обращаюсь, чтобы Наташа не бежалась, ну, сразу просто говорю, что... язык, в любом случае надо. Это совсем логично. Потребовали, логично, подай, принеси вещь, обувь какую-то там, обувную, не знаю, название какое-то, что угодно, инструмент какой-то. Ну, короче, вы сами знаете, те, кто работает, кто сталкивался, в Германию, кто только приехал в Германию там работать, которые люди не знали язык, они шли на работу, и первое время, да, логично, логично, что все так. Так что все, ребята, я буду закругляться, сейчас кофеек будем пить, и начнем уборочку, да, Анечка? А на этом все, мы любим вас, целуем, пишите, подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте нас. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!